ФИНСКОЙ ФИТОЖУНАЛИСТИК глупо me llame Hanna Kaisa it is nice to be here again i was here like 3 years ago for the last time we had this exhibition new generation in the loft eGaachi and in the opening i was here last time Но это здорово быть здесь, спасибо за меня. Я живу в центре Финляндии, в очень маленьком городе, около 3 часа от Хельсинки. И я работаю как фотоjourналист. Я работаю как фотофотографа 12 лет. И я работаю как фотоэдитер, в магазине Котт Ро, например, фотоэдитер. Как вы знаете этот магазин? Как вы знаете этот магазин? Это замечательно. Я поставлю эти магазины для вас, которые вы можете посмотреть. И я надеюсь, что вам понравится. В следующем минуте. Я также работаю так много вещей в сфотографии. Я учусь. Я делаю много разных проектов, экземпляров и семинар. И я также работаю как фриланс-курэйтер. Я делаю так много вещей в сфотографии, но особенно в фото-фотографии и документальной фотографии. Здравствуйте все. Меня зовут Анна Кайса. Мне очень приятно здесь быть. И, на самом деле, последний раз я была в Петербурге 3 года назад. Когда мы открывали лофт-проект этажи, мы открывали выставку «Новая волна», фитские фотографии. Но мне очень приятно, что удалось выйти сюда снова. Я работала как фото-журналист около двенадцати лет. Я была также фоторедактором. фото-фотография журнала, который называется «Фото.Ро». Вот несколько экземпляров я вам на Кайса сейчас отдала в зал. Вы можете посмотреть на них. Или и после лекции. Я занимаюсь очень большим количеством деятельностей, связанных с фотографией. Я преподаю. Я призываю выставки. Я также участвую в жюри многочисленных корпусов. Но вам нужно иметь в виду, что все, чем я занимаюсь, это связано так иначе с фото-журналистикой или документальной фотографией. И для меня, как фото-журналист, я просто люблю фото-журналистикой. Это действительно потрясающая помощь. Сегодня я расскажу вам о новой форме фото-журналистом, который происходит сейчас, но также немного о том, о том, что прошлое. Атитут, passion и courage. Но я хочу напомнить вам, что я не исследователь. Поэтому я говорю о том, как я чувствую эти вещи, в этом времени, в котором мы живем. сейчас. и сегодня будет рассказывать о новых путях финской фото-журналистике. И вот вы видите заголовок, который переводится позиция, страсть и смелость. И так как она не исследователь, она будет говорить о том, как она это чувствует в первую очередь. В этом году, когда я начинал как пресс-проводографа, 12 лет назад, было только несколько пресс-проводографов в Финляндии. в Финляндии всего несколько фото-журналистов, женщин. и большинство профессионалов были мужчинами. И к тому же еще довольно старшего поколения. И в первую очередь поддерживались традиции и все делалось так, как должно делаться. И какие-то новые идеи и усовершенствования не принимались. So, about that, 10 years ago, фото-журналисты or documentary photography were not so popular amongst Finnish фотографers. Everybody wanted to make a clear distinction between different genres. You were either a press photographer or an artist, you were shooting portraits or making advertising. It wasn't, like, it wasn't allowed to hop between these genres. In the Finnish photography education and in art photography the focus was on personal matters, even painful ones. For example, the artists dealt with memories from childhood or brought their own families and close friends to their work. And at the same time, the photographers relieved something truly humane about humanity through their art. But, 10 years ago, students didn't want to work as a journalistic photographer. photojournalistic and documentary photography were not too popular among Finnish photographers. существовало такое точное разделение между различными жанрами и можно было быть или фотографом, который работает для прессы, или художником снимать портреты или рекламу. И как бы не было принято перепрыгивать с одного жанра на другого и работать сразу в нескольких жанрах. И вот в финском фотографическом образовании в арт-фотографии все было сфокусировано на достаточно персональных вещах, особенно болезненных. Например, художники часто имели дело с воспоминаниями из детства, подключали к работе членов своих семей и близких друзей и они открывали что-то очень человеческое вообще насчет какие-то очень такие вот прям глубокие вещи касательно человечества в искусстве. И в то время студенты, которые занимались фотографией, по большей части не хотели работать в сфере по-русски, по-русски, по-русски. и так далее. В мире было видимо полно из-за изменений. Люди хотели изменять общество по-русски. Но художники, актеры, все были готовы сделать по-русски. Многие фотографии сказали в 70-х, что они делали их не эстетическую, но этическую базу. в Финляндии. Немного раньше, 70-е, финские фотографы сосредоточились в основном на окружающем мире. И в основном документальная фотография была о бедных людях, о бездомных, о развивающихся странах, касалось таких тем, как война, какие-то меньшинства и так далее. И весь мир воспринимался полном различных дефектах. И фотографы своих работ сосредоточились как раз именно на этих дефектах, которые они стремились таким образом исправить и изменить, показывая их своих работ. И всем хотелось в то время что-то изменить и выразить очень сильное политическое послание в своих работах. И многие фотографы говорят о том, что в 70-х они занимались не эстетикой, а именно эстетикой. То есть эстетика была основой всей их работы в Дуле. The atmosphere of the 70s even caused some kind of trauma for some photographers. When I was studying in the 90s University of Art and Design in Helsinki the repeated message was that my photos are art, not documentary photography. I don't have anything to say about the world. I just want to tell stories about myself. But on the documentary film side people deal with the same personal themes but with a strong political message. many Finnish documentary film directors made brilliant movies based on their personal lives. Films describing difficult family relationships were made. The camera was aimed at oneself and one's family. You could get as close as possible. The films talk about real life. So the Finnish documentary film showed that personal can be also political. in the 70s there was a atmosphere that it was very very important. When Anna Kayser was in the 90s she often heard that her photography is art and it is not documentary and they say about the world in general she just the would say in the film documentary to often used these but with political impact. Many режиссers created really good films with political text but they were very на их личном опыте и на их собственной жизни. Например, фильмы, которые описывают взаимоотношения в семье. И там осуществлялся такой наиболее близкий подход. И эти фильмы, они рассказывали о настоящей жизни, и вот финское документальное кино показывало, что личное может быть одновременно политическим тоже. So, about ten years ago, when photographers were shooting without a strong message, they were just fascinated about the visuality itself, the images' visuality. But then started to ignore making political and social impact through their work. Of course, today's world is so complex, and it's not easy to document cinema with photography or films. For example, if Nokia hires thousands of people, how do you present that in an image? What can you show? Politics, for instance, is pretty much invisible as a subject. How can you present that? In the 17th century, the world was much more black and white, thus maybe the visual story was easier to make. Or, just back then, Finnish photographers had just so much to say and show. And then, the moment, the moment, the photographer started to get out of this strong message, and the moment, the photographer started to get out of this strong message, and the focus was mainly on the visual side of the photo. и таким образом какие-то социальные и политические темы стали интересовать все меньше и меньше. И, возможно, сейчас просто сам мир усложнился, и очень сложно запечатлеть какое-то явление при помощи фотографий и кино. Но, например, если Nokia увольняет тысячу людей, как можно это показать в одном изображении? Что оно будет показывать? Политика — это достаточно такая неуловимая вещь, и возникает сложности с тем, чтобы ее как-то визуализировать. Может быть, в 70-х сам мир был более черно-белым, без каких-то полутонов, и благодаря этому было легче создавать истории. Или просто фотографам было больше каких-то для них существовало больше тем, о которых может быть? Я изучил фотографию в фильме. В результате года, около 8 лет назад, начинал реальный дигитал. Даже если это не изменилось, как мы снимем фотографии или видим мир, то, что это привело в целом нового народа. Я показываю вам, как раз, несколько фотографий. Это из Фотографии в Хельсинки. В то время, когда Кэсси снималась фотография, это было время, когда все снимали на пленку, и вот в то время, когда она выпускалась, как раз началась цифровая эра. И хотя это в целом не изменило то, как фотографы показывают мир, но не очень сильно изменило, в то же время это стало толчком к возникновению целого нового поколения фотографов. И вот сейчас вы видите кадры, это выставка, которая была проведена в музее фотографий в Хельсинки и в Питере тоже в лофте этажей. Так что, в последние 7 лет, это изменило филипс пресс-потография, в первые годы. Дигитальный фотография и новая технология были интересны в новом способе. Дигитальный фотография и они начали их работы на дигитальном этапе. И они были сильной железы, чтобы становиться пато-журналистами. Так что, наш профессор получил одну измену, которую я никогда не видел. Многие женщины и молодые люди входят в индустрию. Фотографы более образованы, чем раньше. И люди получили больше образований, чем раньше. За последние 7 лет произошло очень много изменений в финской фотожурналистике. Цифровые технологии привлекли большое количество новых людей. И таким образом возникло новое поколение людей, которые, начав работать в цифровую эру, у них было очень сильное желание стать фото-журналистами. И появилось достаточно, в отличие от того, что было раньше, достаточно большое количество женщин и молодых людей. И у фотографов есть возможность получать действительно хорошее образование, в том числе и за рубежом. Но это огромное количество фотографий, что вдруг появились в самую маленькую страну, это также влияет на флик-сайт. У нас есть огромное количество фотографий в Фринляндии, по сравнению с качественными камерами, а также интересным фотографиями. Однако, через много времени, камера now turned откроет. И у всего этого также есть обратная сторона, потому что, вообще, в Финляндии стало слишком много фотографов. И также можно, в принципе, привести камеру по достаточно умеренной цене, и из-за этого еще большее количество людей вовлекается фотографией. И, в общем, получилось, что фокус переместился опять другую сторону, и вот превышлой счет. В традиционном фоторепортаже самым важным является субъект и донесение собственной информации о том, что происходит. А сегодня эмоции также играют очень важную роль, и информация по большей части доставляется через эмоции. Когда мы рассчитываем финансы арт-потографии, то есть фокусы на личных ощущениях, и, в то же время, что фотоjourналисты проводят много социально важных проблем через годы. Но, вдруг, фотоjourналисты в том, что фотоjourналисты начинают импакты на целом фотофотографии, когда они снимают общество. Их работа также в книжках, в книжках, в книжках и веб-репортажах. И многие думают, что фотоjourналисты, особенно, которые сейчас делают в Финляндии самое интересное работа в фотофотографии. И, как бы, вот финская художественная фотография, она была сосредоточена на более личных вещах, но за последнее время произошла такая вещь, что, внезапно, фотоjourналисты внедрилась в художественную фотографию. и стала таким образом влиять на мир художественной фотографии тоже. Работы фото-журналистов, они прикруются в книгах, проходят выставки. И вообще сейчас, на данный момент, считается, что это фото-журналисты делают что-то самое интересное вообще в области фотографии. Это фото-журналисты, это создает точку на объекта, и поэтому позволяет общаться в отношениях. Одна проблема, что арт-потографы живут на сейс-проектуре, и то, что арт-потографы, так же, опинивают арт на сейс. Я не могу сказать, что Фининский фото-art domain не способен взять на социальные проблемы, но фото-чурналисты тоже. Сейчас многие хотят работать как пресс-потографы, и сегодня эта профессия гораздо более обеспечена, чем 10 лет назад. Сегодня-то фотографы делают много разных работ, из-за адвокации к портретам. У них нет так очевидных правил или генераторов, о том, что ты можешь сделать и что ты не можешь. Это прекрасно. Художные фотографии по-прежнему не делают каких-то выводов о реальности, и таким образом, в общем, это происходит к тому, что не возникает диалога и осмысления всего этого. В то же время фото-журналисты за счет того, что их работа прямой связана с реальностью вокруг, могут привлекать намного большую аудиторию. И есть еще такой момент, что художественные фотографии, которые работают в области художественной фотографии, сильно зависят от продаж своих работ. И понятно, что работа с политическим подтекстом или слишком какими-то такими болезнями, которые имеют дело с болезнями, просто они будут плохо продаваться. И по-прежнему фотоискусство в Финляндии не слишком сосредотачивается на социальных вопросах, а фото-журналистика, напротив, делает это. И сегодня эта профессия фото-журналиста стала достаточно популярной, и к тому же размылись границы между жанрами, потому что фотографии снимают рекламу, снимают какие-то социальные вещи, и уже нет такого четкого деления, как было раньше. Так что документальные фотографии, они очень мощные, потому что они не позволяют нам забывать, ни о прошлом, ни о прошлом. Мы обеспечиваем жизнь, которую мы даже не могли бы представить, что мы не могли бы представить. Наспределение, агрессивно, 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 агрессивно. Документальная фотография, она производит такое сильное впечатление, потому что она не дает нам забыть, забыть не только о прошлом, но и о настоящем. Мы видим жизнь, которую мы, на фотографиях, которую мы, в ином случае, с трудом могли бы представить. Эти фотографии, они могут нас как-то задевать, могут нас беспокоить, мы можем ими восхищаться. Но и в последнее время, они еще все больше и больше развлекают нас, потому что это грехстанс, также и развлечения. To be able to sense the spirit of the time is difficult, but essential ability for a photographer. Photographers should ask themselves, what is important now, in this moment of time? What is your motivation to shoot? What do you want to tell with your big photos? And you must see it differently. Don't just document with your camera, but see through it. React on what you see. What is your motivation? What is your motivation to do? очень важно чувствовать, вообще суть и дух своего времени. Понимать что, задавать себе вопросы, что вообще важно в данный момент, данный момент времени, и почему я собираюсь фотографировать, зачем я это фотографирую. Что я хочу этим сказать. Очень важно смотреть под другим углом и не просто документировать при помощи камеры, но еще и четко видеть мир посредством камеры и реагировать на то, что ты видишь. Финнес-потографы очень интересны в долгое время снимать их в стране, как в порт. Мы требуем больше фотографий и репортажей от наших дневных вопросов. Может быть, это то, что ваша района слишком закрыта, чтобы видеть это более четко. Вместе с тем, что больше и больше пассажировка в последние проекты. Многие приходят к следствию, потому что, как дольше они это делают, тем ближе они в основе. Продолженные проекты требуют пассажиров и огромный интерес в собеседном мере. Финские фотографы не часто заинтересованы в долгосрочных проектах о своей собственной стране. Хотя в то же время они очень активно работают с какими-то проектами о том, что происходит за пределами в Финляндии. И она, конечно, считает, что необходимо, чтобы было больше проектов сосредоточенных на том, что происходит в повседневной жизни именно в Финляндии. Ну, возможно, это происходит так из-за того, что среда, в которой ты находишься, когда ты в ней находишься, замыливается глаз, ты уже не можешь видеть все так отчетливо и ярко, как издалека. Но в то же время сейчас ситуация по себе наменяется, и люди все больше и больше вовлекаются в какие-то длительные проекты, потому что чем дольше ты занимаешься каким-то проектом, тем больше ты понимаешь и видишь, собственно, саму тему. Но, конечно, долгосрочные проекты требуют терпения, страсти и настоящего интереса в предметах исследований. В нашей социальной стране, в Финляндии, мы имеем много темы, которые трудно показать, но еще очень важно. Почему в Финляндии, в Финляндии, в сообществе, в сухом и патруте, в сообществе, в сообществе, в сообществе, в сообществе, Упиоденции становятся более привычными. Так много вещей они находятся в мире, которые трудно поддерживать или исправить. Ложить глаза не помогает. Как пато-журналисты и документаристы, это наша работа записывать реальность, и посмотреть на другую сторону в людей и в мире, что кто-то пытается неизвестить или неизвестить. Пато-журналисты есть историю, и пато-журналисты есть о том, что они не возникают правильные вопросы. И, как только если есть фотографы, которые интересны в словах, как и знаменитые и близкие, пато-журналисты продолжают реальность. В финском обществе существует достаточно много тем, которые сложно визуализировать, но в то же время они являются очень важными. почему в Винляндии происходит достаточно много вооруженных нападений, которые заканчиваются убийствами. Также большой проблемой является насилие в семье и в школе. И эти вещи, на них сложно закрывать глаза. И фото-журналистика, и документальная фотография, которые сложно уловить, и фото-журналистика должна не просто рассказывать истории, но еще ставить правильные вопросы. и пока будут фотографы, которые заинтересованы в чем-то неизведанном, и в то же время в чем-то хорошо знакомом, фото-журналистика будет перерождаться и постоянно развиваться. Я хочу сказать несколько слов о том, что мы говорим сейчас в Финляндии, о будущем фото-журналистиках. В Финляндии, большинство пресс-фотографовов и фрилансеров. Фрилансеров-фотографовов только seldom hired. Фрилансеров и фрилансеров в Финляндии. Они могут делать практически все. В их работе, они могут совпадать больше суперфицированных работ с репортажами, с сильным сообщением. Один день, там будет фотография в студии, в магазине, и в следующем, там будет хуманистический репортаж для новостей. На данной кассе скажет несколько слов о основной дискуссии по поводу фото-журналистики в Финляндии. Дело в том, что в Финляндии большинство фотографов, задействованных в прессе, это фрилансеры. И на постоянную работу фотографов в прессе занимают достаточно редко. И работа фото-журналистами, естественно, связана с какими-то экстремальными ситуациями. Но фрилансеры, они могут выполнять совершенно разные задачи и могут совмещать любую работу с репортажами, с сильным посланием. И, например, они могут фотографировать портрет в студии для какого-то модного журнала, а потом сделать репортаж на фуманистической теме. И медиа индустрия также развивается в Финляндии. И в Финляндии, как и везде, возникает вопрос вообще, будут ли люди читать материалы в журналах через пять лет? И вообще, есть ли у газета-журнал какой-то будущий? The freelancers, и пресс-потографы, provide a safety net that only few publications can manage without. There are a bunch of professionals that create ideas, produce, and put together content as independent entrepreneurs. И в Финляндии создают такую спасательную сеть, из которых вообще публикации в принципе не существовало, потому что они могут создавать, рождают какие-то идеи, формируют содержание, при этом оставляются независимыми. But the media houses lately exploit the economic plight of photographers by offering insolent contracts on a take-it or leave-it basis. In the contract a freelancer is, for example, responsible for any possible third party reparations and legal costs. The freelancers might lose all the copyrights without compensation. Many press photographers are now considering changing profession in Finland. Today many photographers feel that photojournalism is just a hobby because it's not just possible to make a living with this work in the future. For example, if a photographer is working as a freelancer, he can lose copyrights without any compensation. Because of that, many people try to change their profession and earn money in a different way. And in general, this leads to the fact that photojournalism is a hobby because it's difficult to earn money in such a way. Many generations of press photographers have struggled to lift Finnish photojournalism to its current level. There is still some fighting spirit left, but I don't know how long. But this is what Finnish photographers are discussing right now. What can we do to save the future of Finnish photojournalism? We are very worried if any of the media houses still care about the quality of the photos and the rights of photographers. The unreasonable contract makes work impossible, but if you don't sign it, there is no work. for the film If you had a a few, have fought to get to get the photojournalism to the level on the moment. It is still же до сих пор есть какой-то боевой дух, но неизвестно, насколько долго такая ситуация продержится, потому что то главный вопрос, который сейчас обсуждается, что нужно сделать для того, чтобы спасти финскую фотожурналистику, чтобы у нее было какое-то будущее. И Финляндия очень беспокойна тем, что издательские дома, они вообще не очень-то сильно заботятся о правах фотографов и качестве фотографии, и вот такое условие контракта, они часто делают работу вообще невозможной, но если ты не подписываешь контракт, то, естественно, вообще не получаешь никакую работу. By the way, don't I look like the same with my microphone? So, in Finland media media are very conservative. Risks are avoided for fear of losing readers. Images that are making too loud statements aren't published in the biggest newspapers. К тому же в Финляндии вообще средства массовой информации очень консервативные. Стараются избегать всяких рискованных ситуаций для того, чтобы не потерять читателей, и поэтому фотографии с сильным каким-то посланием часто не публикуются в зданиях, у которых есть уже большая аудитория. So, therefore, five years ago, in Finland, two female photographers, press photographers, founded a magazine called Potoro. And Potoro is a magazine produced by an independent publisher. This is the magazine. And it's focusing on documentary photography, photojournalism, and also art photography. The primary objective of the magazine is to provide a platform for long photo essays and extensive photo reportages, which have only few opportunities to be published in the media today. Вот несколько, вернее пять лет назад, В Финляндии два фотографа, женщины, они основали журнал под названием PhotoRoad, который вы все видели, который пошел по залу. PhotoRoad — это журнал, который выпускается независимым изданием и сосредоточен на фотографии в целом, включая арт, фотографии и фото журналистики в том числе. И основные темы, основной тип материалов, которые публикуются в этом журнале — это такие большие фоторепортажи, которые обычно в других журналах не публикуют из-за их объема. И я рекомендую вам познакомиться с нашим магазином. И также PhotoRoad — это постоянно смотрит из-за всего мира, поэтому, пожалуйста, в связи с этим. Магазин — это очень важный, тяжелый и большой энтузиазм, и он осознанет их подписчиков, чтобы выжить. Я рекомендую вам познакомиться с журналом. К тому же PhotoRoad заинтересованы все фотографии со всего мира, поэтому, если у кого-то есть что предложить этому журналу, пожалуйста, пишите. В основном, журнал существует за счет энтузиазма и, в общем-то, опирается на подписчиков, то есть люди, которые подписаны на этот журнал, помогают ему существовать. В общем-то, я увидел фотографии из-за «Нью-Generation-1» — это было сделано, и это было сделано. В общем-то, это было сделано 4 лет назад. Но после этого, Финляндия — это было сделано, опять же, «Нью-Generation-1» — это было сделано. «Нью-Generation-1» — это было сделано очень быстро. И эти новые фотографии очень интересны и талантливы, что, в этом смысле, нашим будущем в фото-журнализме будет в хороших руках, если они просто держат эмоции. Вот фотографии, которые вы видели — это была выставка «Новое поколение финской фото-журналистики», которое проходило 4 года назад, но уже после этого появилось еще одно новое поколение — большое количество людей, которые с энтузиазмом подходят к своей работе, большое количество талантливых людей, и если будут подходящие условия для работы, то она, конечно, уверена, что в будущем в фото-журнализме будет хорошая фотография. Я выбрала несколько фотографий и их проекты, которые я хочу показать вам. Первый — Самулик Икхеймо. Он родился в 1987 году, так что он довольно маленький, и он работает как фриланс-фотографа. И вот сейчас он наконец покажет работу некоторых фотографов. Первый — это Самулик Икхеймо. Он родился в 1987 году и работает как фриланс. Люди притягивают Самулик Икхеймо туда, где происходит какое-то действие, в центральную точку всего, и он, например, самый центр бунта или протеста. Самулик стал фотографировать демонстрации и протестные выступления, но в итоге он уже семь лет занимается этим и снимает во всем мире. Он старается запечатлеть настоящую жизнь то, чего другие люди обычно не видят, потому что люди не присутствуют многие на этих мероприятиях или не замечают. Самулик Икхеймо. Самулик имеет фиксацию о реальной жизни. Для Икхеймона демонстрации показывают их визуально интересные миры, и он хочет идти, где действие будет так близко, как возможно. для Икхеймона демонстрации. для Икхеймона демонстрации. для Икхеймона демонстрации. Для него демонстрация – это такой очень интересный мир с визуальной точки зрения, и он, как уже было сказано, стремится туда, где происходит какое-то действие, и стремится как можно ближе и как можно глубже внедриться в это действие. и в работах запечатлены уникальные моменты, и видно, что страсть присутствует с одной стороны камеры и с другой тоже. Спасибо, спасибо. Субтитры создавал Дюймон Дюймон Майя Танми. Майя около 26 лет, и она угрожает много конкурсов в Финляндии. В последнее время она победила пресс-фотографа. Она была номината пресс-фотографа. Она очень молодая, которая угрожает как фото-журналист. И Майя также работает как фриланс-фотографа. Следующая фотограф – это Майя Тами. Ей 26 лет, и она выиграла множество различных конкурсов в Финляндии. И вот в прошлом году была признана лучшим фото-журналистом года в Финляндии. И она получила образование по фото-журналистике в университете и работает тоже как в Телансе. Эта серия называется «Ре-Мо-ВАЛС». Это проект, где Майя использовала наиболее коммуникации в Финляндии, наиболее коммуникации, и показывала наиболее свидетельство, что они воспроизводят эти болезни. Эта серия выглядит как болезни, и их опасность в инновационной форме. Все фото-журналисты были сниманы только минуты, после операции в операционной комнате, в двух хоспиталях в Тампере, Финляндии. И эта серия называется «Калстон». Серия называется «Те части или вещи, которые удаляются из организма в процессе операции медицинской». И она исследует тему наиболее распространенных болезней в современных западных цивилизованных обществе, и демонстрирует их вот в совсем таком грубом и жестком виде. И эта серия называется «Брест-канцер», когда целый брест-демонстрирует. Таким образом, эта фотография будет сделана только минуты после операции. Вот это рак груди и грудь, собственно, компенсированная в процессе операции. И здесь есть «Койтер». Я не знаю, можно ли вы это переводить? Нет, нет, нет. Таким образом, не волнуйся. Таким образом, не волнуйся. Но здесь есть болезнь, которая находится в человеке, внутри людей. И потом вы его отберете. Таким образом, это тоже какая-то болезнь. Здесь кто-то знает, как это переводится. «Койтер». И это настоящий документ о факте. Это документ о болезни. И вот это был лучший репортаж. Что вы знаете? Что вы знаете? Это вы знаете. Так что это было выяснено. Так что это было немного другим видом сериала. И здесь есть Канцер. Это как он выглядит. Это то, как вы говорите. Так что вы говорите. И тогда я показываю вам фотографии от Катья Тахля. Катья она около 35 лет. Фриланс фотография. Она любит фотографировать людей с историей. Она чувствует, что это ее задача, чтобы показать ее, чтобы показать ее грустно. на самом деле. Катья говорит, что фото не может освободить мир. Но это может проникнуть на голове людей. Фриланс. Следующий фотограф это Катья Тайха. Ей 35 лет. И она обычно рассказывает историю о людях. И старается показать такую суровую часть жизни. и она считает, что фотография может вряд ли может спасти мир, но в то же время она может изменить что-то в головах людей. Эта серия есть довольно долго. И здесь есть только несколько видов. Катья наблюдает жизнь в семьи страны. Это считается, что 8 миллионов иммигранты без родственников живут внутри Европейской Унии. Они все боятся, когда полиция остановит вопросы. вопросы. Поэтому они пытаются привлекать как маленькая внимание к себе как можно. Эта серия фотографии о нелегальных иммигрантах. О людях у которых нет документов и бумаг которые разрешают проживать в стране в которой они живут. Эти фотографии были сделаны в семи различных европейских государствах. и есть признанный факт, что в Европейском Союзе проживает примерно 8 миллионов иммигрантов у которых нет разрешения проживания. И естественно, они все боятся того момента, когда полиция может остановить их на улице и спросить документы. Поэтому она старается привлекать к себе как можно меньше внимания. и путешествовать два года все вокруг Европы с их журналистом Каиса Литоне. В результате 200-паж книжка «Паперлесс», который был в Финляндии около два года. Катя заинтересовала обыденной жизни мигрантов, у которых нет нужных документов. «Паперлесс» провела два года путешествия по всей Европе вместе с журналистом Кайсе Витонин, и результатом этой работы стала 200-страничная книга «Паперлесс». Это можно перевести как люди без бумаг или без документов. Они встречали женщин, мужчин, детей, у которых не было разрешения приживания и которые жили в постоянном страхе что их могут поймать и deportить. Эти люди – живут вне законов, поэтому вынуждены постоянно выживать. Это была первая документальная книга о жизни, документы на проживание, об их повседневной жизни в Европе. OK. So the next one is called Аки Пекка Синиковский. He is 33 years old, freelance photographer as well as the others. Three years ago he started a project that led the series Finnish teams. Следующий фотограф – Аки Пекка Синиковский. 33 года он также freelancer и три года назад он начал работать на серии аэропорт финских техники. Аки Пекка started this project in a situation when his brother died and Аки Пекка began shooting the Finnish teams, mainly so that he would not become friends with sorrow. он начал работать этим проектом в то время когда младший брат и начал фотографировать финских тинейджеров чтобы занять себя этим и пребывать в печали. по младшему по младшему премьеру премьеру в Финляндии как премьера в портрет категории. Вот эта фотография была отмечена в этом году в Гинляндии в конкурсе фото-журналистском как один из портретов. Эти фотографии в любом случае все цветные и может гемористые но очень сенситивные фотодокументы о жизни финанских тинейджеров. Эти работы они насыщенные по цветам и у них присутствует очень сдержанный юмор и в то же время достаточно чувственный и эмоциональный. это очень важно чтобы эти виды и серии сделаны в том, уже кто-то сделал это несколько лет назад. и каждой генерации должны записаться и достаточно важно что эта серия была сделана несмотря на то, что похожие серии были сделаны пять лет назад потому что на самом деле важно чтобы каждое поколение было заткнуть темы которые уже достаточно странно потому что это просто происходит так что финские фотографы часто берут те темы за которые кто-то брался в прошлом и это достаточно странно потому что на самом деле важно то, как ты преподносишь эту тему и то, как ты видишь финские scenes looks like a bit melancholic in these pictures but there is also a lot of love and respect и вот финские подростки они выглядят достаточно но в то же время здесь есть место и для смеха и для уважительного отношения ok so the last one I'll show you Niklas Meltya so you still wake up not sleeping I suppose so this is the last one I'm going to show you Niklas Meltya is about 33 years old and photography has been his profession about nine years and he hasn't not studied the photography in the school but has taken pictures like hell she shoots for the Red Cross and many publications all over the world and he wanted to be a photojournalist because he needs to be the eyewitness and tell the story of those who cannot do it himself and photograph is Nicholas Meltya he is freelancer and he is doing photography for 9 years this photograph was always important in his life despite that he has no photographic education but he is constantly photography and photography for the Red Cross and other organizations around the world and he is reading that he must tell the story about people who can't tell them to the world and Nicholas Passions reports he is specialized in photo-reportage and has covered crisis and conflict areas in Afghanistan Iraq Haiti and what do I say he 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 these black and white pictures are from last November when Nicholas was recording serious refugees in Lebanon just a few more and then we have pictures that are only about three weeks old these are from the Syria Nicholas was in the country which is running a full civil war Nicholas managed to sleep in a closed country in mid-may he was following the rebel army's life in their mountain village and these pictures are something that we see very little in the international community too these 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 were made couple of days this this is these страна, где сейчас по полной общей происходит гражданская война. И вот Никлас провел достаточно много времени в горах, в горной деревне, и снимал их в повседневной жизни. Для Никласа очень важно как-то повлиять на то, что происходит вокруг, и выступить в роли голоса вот этих людей, которые должны быть услышанным. Фотографии, которые предлагают новостные агентства, они в основном сильно похожи друг на друга и, в общем-то, соответствуют определенным нормам. И если средства массовой информации будут полагаться только на агентства, то глубина смысла фотографии вообще, глубина послания будет теряться. Поэтому важно, чтобы журналы и газеты отправляли людей, которые могут рассказать о том, что происходит в мире именно в этой стране, которые понимают визуальный язык, доступные населения на этой стране. Никласа Мелдия – это очень уникальный фотография в Финляндии. Когда какой-то конфликт происходит, он идет там alone, и делает очень долгосрочный подход. Он идет там, и остается там, так же, как это нужно. Никласа Мелдия – это очень важно. Usually from Finland goes to crisis jobs is only few staff photographers. From the biggest magazines or newspapers, but only few during the year. And because of the low resources, media can't keep the people there for long. Но Николас работает разнообразно. Он живет жизнь с местными людьми, едет и спит с ними с ними, и он будет принимать там. А Николас действует совершенно по-другому. Он приезжает, останавливается у местных людей, живет с ними, в общем, добивает того, что его принимают как свой опыт и среди, и поэтому от этого возможно создавать совершенно другие истории. Николас также считает, что, в общем-то, документировать нужно вообще все, что происходит в жизни. Николас также считает, что журналистика не может быть объективной и, в общем-то, не должна, потому что на журналисте лежит ответственность за то, какую позицию и каких взглядов он придерживается. И таким образом возникает глубина истории. В общем-то, в общем-то, наши новости хотят новостей быстрее и быстрее и быстрее, в нашем daily живем материале тоже. И медиа не может быть объективной и быстрее и быстрее и быстрее. Но это массово уничтожило качество новостей материала. Сейчас происходит так, что интернет все больше и больше захватывает вообще пространство средств массовой информации и это влияет на то, что на качество фотографий, на глубину. И, в общем-то, это такая проблема, в общем-то. Но сейчас медиа должна инвестирует в качество и в качество, потому что это способом мы можем снова восстановить читателей. Потому что новая технология обеспечивает большие возможности для представления и репортажа в новом виде. В то же время сейчас существуют просто колоссальные технические возможности для того, чтобы представлять фотоистории и репортажи совершенно в другом виде. Поэтому на средствах массовой информации лежит ответственность для того, чтобы не потерялась глубина смысла и истории. Потому что технические возможности для этого и есть. И Никлас Мелтио думает, что прескопы, которые используют в Финляндии, только называют факты. И поэтому это потеряет что-то. В тексте можно описать все эмоционально, но в форме это не позволяет. И все равно мы все знаем, что истории, которые находятся в голове зрителей, всегда имеют какой-то эмоциональный хок. Сейчас в финских средствах массовой информации в основном приняты делать достаточно формальный фоторепортаж, который рассказывает факты, но лишены эмоциональной образки. Никлас считает, что обязательно эмоции должны присутствовать не только в тексте, но и в самих фотографиях. Потому что это то, что цепляет идею настоящего. Так что истории, которые находят люди, обычно начинают двигаться в голове зрителей. И мощность изображения и репортажа очень огромной. Это невероятно. Так что сильные, нарративные, висуальные истории должны быть выполнены. И поэтому мы нуждаем людей, как Никлас. И как раз именно эмоциональные истории, они задерживаются надолго в головах людей. И начинают уже осмысляться и как-то жить собственной жизнью. Именно поэтому необходимы такие фотографы, как Никлас. Здесь не так много его фотографий, но можно увидеть больше на его сайте. Так что это все. Спасибо большое и спасибо! Я думаю, что у нас немного времени осталось, несколько минут, если у вас есть что-то, чтобы спросить. Но тогда у нас есть время и продолжим. Сейчас есть много времени, если какие-то вопросы, то задавайте. Каковы? Каковы? Это Николас почти один из них, как фриланс-потографисты. Они в основном статус-потографисты, которые идут туда. Николас найдет публиксеров из всего мира, но в основном в Финляндии, в одном магазине. С таким конфликтным зонам путешествуют только фотографы, которые на постоянной основе в финских изданиях работают. А Николас едет, он потом продает разные журналы по всему миру, но в то же время обязательно, если он какую-то тему освещает, то один финский журнал не покупает фотографии. Играет музыка Есть ли специальные места в Финляндии, чтобы показывать фотографии и фотографии? Да, мы имеем экспедиции. Вы имеете в виду экспедиции? Да, мы имеем в виду. Например, в Таппере музеум. Они специализируются для этого. И также, в нашем музеуме для фотографии, в сегодняшний раз, есть более и более документальный area. И несколько маленьких километров, и более и более. Документальные экспедиции появляются более и более и более. И почти вы не можете видеть искусственные экспедиции так много. Ну вот, в музее в Таппере, в музее фотографии несколько галерий, которые специализируются именно на документальной фотографии. И таких выставок становится все больше и больше, и уже даже художественных фотографий не так часто становится. А почему? А почему? Что с... Что с видео с домом в домом? Почему это происходит? Потому что это превращается больше в документарий и фотографии, как в фильме. Почему люди больше интересны в документарий и фотографии? В последние 7 лет, это просто произошло. Может, люди имеют сильный ум, чтобы сказать что-то, чтобы увидеть что-то, это очень важно. В художественной фотографии, они не хотят говорить так много, они хотят просто увидеть фотографии, но они не хотят рассказать историю. Но документарий фотографии хотят рассказать историю. У тех, кто приходит на выставки, хочется это услышать. И, к сожалению, в художественной фотографии это не настолько распространено. В основном, там просто показывают какие-то вещи, но нет развернутого рассказа. Но мы живем очень интересным временем в Фриландии, потому что сейчас все делает документарные вещи. И я думаю, это потрясающе. Сейчас очень интересное время. Финская фотография переживает очень интересный период, потому что практически все занимаются какими-то документарными проектами. Что вы думаете, это происходит только в Фриландии или в целом мире? А, это происходит и то же самое? Да, и то же самое. Я думаю, что молодые фотографии имеют этот вид, чтобы сказать что-то с их фотографиями. Я думаю, что это правда. Даже в Скандинавии и фотографиях. Я думаю, что это хорошо. Но я думаю, что это хороший момент, потому что мы нуждаем подобные фотографии, которые имеют волну, чтобы сказать что-то, чтобы показать что-то, и создавать дискуссию об этом. какие-то другие топики. Ну, насчет всего мира, конечно, не будет утверждать, но в Скандинавии точно, вообще не только в Финляндии, но и остальных скандинавских стран подобные вещи происходят. И это очень важно, потому что когда люди ставят какие-то вопросы, и потом начинается обсуждение, они просто показывают все фотографии. какие-то вопросы. Как обстоят дела с фото-книгами, в зависимости от издательства, в частности, в каждом издательстве фотографии. Показывают, как вообще этот процесс попробует. И вы можете описать ситуацию с фото-книгами? Есть ли какие-то с фото-книгами? Это первая часть, который называется Муста-та-иде. Это как-то красный арт. И это было mainly для того, кто сейчас проживает. Но мы имеем в будущем для этого. Потому что Ханна-Марий Шакия, который является в Фотографе, который сейчас продолжает это работа в Муста-та-иде. И это главный автор, который выпил документарий все арт-фотографические книги в Финляндии. И это лучший. И качество очень высокое. Муста-та-иде. Муста-та-иде. Какой-то черный арт. Но это просто название. Есть достаточно старое издательство, Муста-та-иде, которое специализируется на фото-книгах. И фактически им занимался один человек, который сейчас уже отошел от дел, но продолжить его дело собирается редактором фото-ру. Журнал. Этот человек, который просто уничтожил, был очень пасширен об этом. Он только сам делал этот красивый работ с книгами. Фактически один человек он себе всю работу нёс от изданий и развивал рынок фотокниг. Молодые коллективы в таком виде на них открываются? И что с фото-коллективами? Если молодые фотографы делают какие-то индивидуальные коллективы, чтобы работать вместе и продлигать и продлигать это? Не так много, но все говорят о том. Может быть, молодые, которые изучили два года в этом городе, они говорят о том. Мы надеемся, что это происходит. пока это как-то не особо происходит, но очень много разговоров, особенно среди самых молодых фотографов, которые хотят объединяться для того, чтобы работать, продлигать. Какое отношение к каденциям, которые происходят в фото-конферсе World Press Photo ЛДЕ? Какая на сцене тоже происходит? What's your opinion on World Press Photo? What's happening with World Press Photo right now and the main tendencies? What is my opinion on World Press Photo? World Press Photo or... Contest? Yes, the contests. Generally or just in the film? In what years? Well, what could I say? It's very... World Press Photo is... Well, in a way, we have in Finland this continuously discussion about the fact that our own competition this Finnish press photograph of the year is... there is always winning somebody who is outside and taking a prize feature. And people don't like that, that that's the most valuable feature. people would like to see more domestic pictures. And people would like to see more domestic pictures. winning in this contest. And you can't see so much domestic pictures in the World Press Photo contest. But those are really important topics and subjects that are winning there. So, it's a difficult thing. Maybe more we can think about that in our own contest. That what is the winning kind of pictures there? But I understand the purpose for the pictures. Why they are so... Because it's really difficult to say that that kind of news are not so good ones. because they are. they are not so important. 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 in general, in general, it's a very difficult question. Because of course, the level of work which they beat is very high. And you can't believe it. So, we will continue after break, I suppose. Thank you.